Здравствуйте! Это программа «Лицом к городу». Еженедельно в этой студии мы встречаемся с первыми лицами Рязани и обсуждаем наиболее актуальные городские вопросы и проблемы. Сегодня у нас в гостях глава администрации Рязани Виталий Артемов. Виталий Виннич, добрый вечер. И о чем хотелось бы поговорить, это проложить мостик из нашей предыдущей программы в программу сегодняшнюю. На прошлой неделе мы говорили о проекте благоустройства нашей центральной улицы, улицы Почтовой. У городских властей есть идея в этом году придать подбелке, как мы ее называем, ну совершенно иной облик. Собственно говоря, как появилась эта идея и возможно ли реализация ее в этом году? Ну мы надеемся, что в этом году возможна реализация. Идея появилась еще в том году, когда мы с управлением архитектуры, с управлением благоустройства при объезде города заезжали на подбелку. Ну, я уж буду говорить по старинке, вот, заезжали на подбелку и, конечно, понимаем, что эта улица достойна, чтобы она выглядела по-другому. Сделали эскиз, посмотрели, как ее можно преобразить и в течение трех месяцев мы занимались этим эскизом. Считаем, что там необходимо тротуар убрать, она должна быть сплошной. Подобрали и колор плитки и присмотрели, какие там должны быть светильники, где там должны стоять скамеечки. И на сегодняшний день есть эскиз, есть на сегодняшний день видение наше, чиновников, я бы так сказал, как оно должно выглядеть. Но все-таки, наверное, идея заключается в том, чтобы благоустройство нашей подбелки, это стало какой-то там, если можно так правильно сказать, народной стройкой. И хотелось, чтобы граждане еще раз пообсуждали этот проект, посмотрели и, наверное, сообща, мы должны его построить. И когда я общался с нашими предпринимателями, с нашими застройщиками, одни из них выразили желание поучаствовать и предложили создать какой-то фонд, чтобы люди сами, сами жители города Рязани сделали эту улицу. Мы это обсуждали и с Михаилом Георгиевичем Малаховым, и с Михаилом Геннадьевичем Крыловым. И я очень благодарен Михаилу Геннадьевичу, который согласился этот фонд возглавить. Уже настоялась первая встреча с социально активным предпринимателем. Михаил Геннадьевич сейчас этот фонд создает, регистрирует. И после этого, я надеюсь, что начиная уже с апреля месяца, туда начнут поступать первые денежные средства для благоустройства нашей подвелки. Нашелся и предприниматель, который на сегодняшний день готов выполнить эти работы и который готов сделать это по себестоимости, не взымая никакой прибыли. Таким образом, я думаю, что, как мы для себя ставим планы, это, конечно же, день к дню города. И постараемся, мы из этого процесса себя не исключаем. Конечно же, мы будем взаимодействовать вместе с фондом, вместе с нашим предпринимателем. И постараемся это сделать к дню города. Ну, что немаловажно, Подбелка это не просто улица в тротуарной плитке, свободная от автотранспорта, но это еще и, скажем так, улица с изюминкой будет. Вот Михаил Крылов на прошлой неделе нам рассказывал, что вы подписали распоряжение о передаче трех муниципальных помещений, которые находятся на почтовой, под, скажем так, музеи. То есть, на Подбелке должно появиться три абсолютно новых музея. Евгений, вы знаете, ну, первые действия уже администрация начала делать. Мы закрыли Подбелку от автотранспорта. К большому, к сожалению, вечером там еще машины подъезжают, потому что там находится Сбербанк. Ну, есть договоренность Сбербанк, что в мае они оттуда переезжают, и мы уже окончательно Подбелку закроем. Сейчас мы просто не можем не предоставить им такой возможности туда заезжать. Но, к большому сожалению, некоторые горожане этим пользуются и позволяют себе нарушать правила дорожного движения. Мы убрали там временные сооружения, вы, наверное, видели около там торговых рядов. Убрали временные сооружения, которые вообще стояли на общественной дороге, около там Живакбанка продолжения Горького. И, конечно же, если мы только благоустроим улицу, наверное, этого будет только мало. Мы считаем, что эта улица должна быть еще одним достоянием города, и эта улица должна со временем войти в туристический маршрут города Рязань. Хотелось, чтобы там располагались музеи, некоторые музеи. Например, там тот же музей Коширина, где у него сохранился большой архив фотографии и старой Рязани. Наверное, нашим туристам, нашим гостям будет интересно посмотреть, как Рязань выглядела раньше. Если говорить по дому Загозкина, то в 2014 году мы его все уже полностью расселяем. И дальше уже Михаил Георгиевич Малахов приступает уже к эскизам его реконструкции. Но обязательно с сохранением архитектуры этого музея, где будет музей путешественников. Ну, основной связан с освоением Рязанцев и Аляски. Ну, у нас 22 путешественника. Ну, я думаю, это будет несправедливо, если еще 21 путешественника, наших знаменитых путешественников, рязанцев, мы забудем. И одна из идей создать там музей путешественников, именно тоже на Подбелке. Какое-то помещение отвезти, обязательно отвезти под музей Есенину, потому что... Ну, Есенин наше все. Да, мы говорим, что Рязань, мы не подразумеваем Рязань, Рязанскую область, мы говорим Рязань, это родина Есенина. Ну, когда, где, на Подбелке, где он бывал, вот, и не будет какого-то уголка, где будут хотя бы фотографии Есенина, какая-то некоторая история. Наверное, это тоже неправильно. С этого, наверное, места, с нашего Кремля, с Подбелки, должен начинаться туристический маршрут и изучение Есенина. И после этого можно переезжать в Константиново или из Константиново переезжать в город Рязань и дальше продолжить какой-то, наверное, какой-то есенинский маршрут. Ну, это как идеи, которые там, конечно, тоже на суд общественности считаем, что это было бы очень хорошо. Некоторые уже предприниматели готовы на сегодняшний день приступить, там, летом к ремонту уже некоторых участков Подбелки, в том числе, вот, на Почтовой, те, вот, там, лестницы, которые у нас, спуск на Лыбинского бульвара, которые находятся в ужасном состоянии. И у нас там есть памятники в платье Клавраты, там, не доделаны этот памятник, там, не сделаны спуск вниз на Лыбинск, не сделаны были дорожки для маломобильных групп в нашем населении. Ну, это просто надо делать и надо приводить к нашу Подбелку в хорошем виду. Ну, приятно, когда приезжаешь в другие города, и есть красивые набережные, есть эти маленькие Арбаты, практически есть в каждом городе такие пешеходные улицы. Я думаю, Рязань достойно иметь такую же улицу и у себя. Тарвич, ну, я сейчас хотел бы немножечко отойти в сторону от Подбелки, а поговорить в целом о городской архитектуре, о городских домах. В центре города осталось очень много домов, которые не имеют, скажем так, необычную архитектуру, которые являются памятниками архитектуры. К сожалению, многие эти дома находятся не в самом лучшем состоянии. И, вспоминая одно из ваших интервью, данных в начале года, вы говорили, что, опять же, готовы привлечь предпринимателями за чисто символическую сумму, сдавать вот эти дома в аренду, чтобы люди могли использовать эти помещения, в то же время сохраняя их архитектурный облик. Это правильно, Евгений, мы по этому пути идем. Ну, я уже говорил про дом Загозкин, там уже и мы придумали некоторую историю, там будет размещаться музей путешественников с сохранением архитектуры и внешнего вида этого дома. В нашей программе переселения из ветхого аварийного жилья, таких домов немало. И следующий, который дом мы будем расселять, который является памятником архитектуры и историческим объектом для города Рязани, это Дашвудская богодельня. И мы тоже призываем сейчас наших предпринимателей, берите эти дома в концессию и начинайте их сохранять и развивать. Там могут появиться другие частные музеи, там могут появиться офисные здания или какие-то объекты общественного питания. Мы только за и считаем, что мы правильно сделали, включив эти дома в программу переселения из ветхого аварийного жилья, потому что если бы дальше мы их не смогли бы расселить, как многоквартирные жилые дома, ну, наверное, они пришли бы в то состояние, в котором у нас сейчас находится дом Хвощинский. Ну, практически от дома уже ничего не осталось, и поэтому здесь уже можно будет понять, насколько у нас бизнес социально ориентирован, насколько у нас те люди, которые очень часто задавали эти вопросы, готовы вкладывать свои деньги, не просто говорить, а готовы вкладывать свои деньги в сохранение этих памятников. Ну, то есть, обязательные условия — это то, что, вот, пожалуйста, хочешь ты себе офис, скажем так, в Дашковской богодельне делай, но внешний вид здания должен быть сохранен, никакой надстройки, никаких перепланировок, вот именно внешних, как бы быть не должно. Обязательно. Это обязательное требование памяти к архитектуре, должна остаться память к архитектуре. Это лицо города, это наше достояние, эти объекты, эти дома необходимо сохранять. И мы готовы, мы готовы, призываем, берите, берите их в концессию и начинайте их развивать. — Дарья Иванович, ну и еще, наверное, не могу не спросить о том, что, пользуясь случаем, весна у нас ранняя, снег практически сошел. — Все на субботник. — Все на субботник. — Да, я вот из вашей студии хотел бы обратиться к горожанам, уже подписано распоряжение о проведении, там, ну, я бы сказал, субботник мы всегда проводим в апреле месяце, но в этом году, так как ранняя весна, уже в марте месяце мы подписали распоряжение, но на приведение нашего города в надлежащий вид. На следующей неделе мы уже будем встречаться с застройщиками, будем встречаться с собственниками магазинов, будем встречаться с директорами крупных предприятий. Необходимо убрать вокруг себя территорию. И с управляющими компаниями также будет встреча. И мы призываю всех наших горожан, всех граждан и всех руководителей, наверное, необходимо сейчас срочно заняться нашим благоустройством, привести в город в порядок, потому что, ну, всю территорию города с силами ДБГ мы не сможем убрать, да. И за многими уже по схеме благоустройства за покременной территории надо будет просто привести в порядок, как сделать город краше. Поэтому еще раз, горожане, призываю вас, давайте вместе, совместно уберемся и приведем в город в надлежащий вид. Ну что ж, благодарю вас. Спасибо, что нашли время и приехали к нам в студию. Глава администрации Рязани Виталий Артемов был гостем сегодняшней программы «Лицам города». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова